Приходилось есть одну гречку. Ты лукавишь. Я сейчас оттюнингую себя, найду мужика. Это опасно. Убогий Филипп Киркоров. А ты делаешь такие эмоции для мужа? Туалет с приоткрытой дверью и говорит, принеси мне печеньку. Всем привет, с вами Stories. И у меня в гостях сегодня Нелли Ермолаева. Нелли Ермолаева, 33 года. В прошлом яркая участница суперпопулярного проекта «Дом-2». А сегодня мама, дизайнер одежды, телеведущая, певица и жена успешного предпринимателя, сына известного поэта-песенника Кирилла Андреева. История Золушки или амбициозный бизнесвумен? Узнаем прямо сейчас. Нелли, твою историю называют «Историей современной Золушки». Так ли это? Я не знаю, кто называет. Я бы сама так охарактеризовала, потому что обычная девчонка с провинции, из Самары, которая всегда хотела приехать, завоевать Москву, но не понимала вообще, с чем жевать, как это сделать. И наверняка там будет очень сложно, и не всех Москва принимает. Я считаю, что это полный бред. Москва принимает всех, если у тебя не квадратная голова. Ну, как говорится, да? То есть, если ты работоспособный человек, ты понимаешь, для чего ты хочешь быть в мегаполисе, среди акул. Я не побоюсь этого слова, но правда, здесь столица такая прям вот акульная. То есть, если вот чуть-чуть ты проворонил, тебя сразу сожрут. Если ты сильный характером, душой вообще понимаешь, куда ты двигаешься дальше, тогда все получится. Но нужно стучаться в закрытые двери. Потому что у меня был период, я скажу тебе так, прям очень длительный, когда я стучала в закрытые двери, они абсолютно не открывались. Например? Ну, просто идешь на какой-то кастинг, например, на какой-то проект, думаешь, что ты такая миловидная, классная, молодая, все у тебя получится. Этого на самом деле очень мало. Потому что в Москве таких молодых, красивых, ну, прям вот жопы жуй. Сейчас каждый может пойти сделать себе там губы, я не знаю, сиськи или еще что-то. Хотя у меня все вообще натурально, я никогда в жизни ничего не делала. Вот. И, в общем-то, найти себе, да, там богатого папика. Просто моя история вообще не зависящая от мужиков. Я всю жизнь сама вот добивалась все сама. То есть, ну, приведу тебе пример, да, когда я была там еще подростком, мне было 16 лет, у меня была мечта самой накопить на Париж и отметить Новый год прям под Эйфилевой башней. Ну, что такое 16 лет? Там еще шенген никто не представлял, как выглядит. Я, в общем, сама заработала и оказалась в Новый год под Эйфилевой башней. Как смогла заработать? Я тогда, я не знаю, просто мне не заплатила эта фирма денег. Ну, в общем, распространяла косметику, в школе ходила. Замечательная была косметика. Я поняла, наверное, Эйвон, да? Да. И я тогда заработала, как бы, деньги, потому что во мне есть жилка продавца. Взяла себе, купила автобусный тур на 7 дней вообще по всей Европе и состыковала так, чтобы в Новый год я оказалась под Эйфилевой башней. Я тогда поняла, что, блин, я могу, значит, нужно дальше. То есть не зависит ни от каких мужиков, понимаешь, чтобы там просто сидеть, потом и, закрыв рот, ничего ему не сказать. Давай вспомним этот день. Ты приехала из Самары, ты как собрала просто чемоданы, сумки? Ну, я поехала на один проект, вот, со сломанной ручкой чемодана. Мне там подружка вообще отдала его, ты понимаешь, я собрала вещи. Меня все друзья там провожали, говорили, слушай, да недолго ты пробудешь, ну, буквально месяц, наверняка вернешься, потому что, опять же, Москва не всех принимает, это нужно быть вообще там либо с папиком, либо, я не знаю, богатые родители должны быть. Вот я говорю, подождите, подождите, подождите. Придет то время, когда вы еще будете мной гордиться. С чем ты столкнулась вот эти первые месяцы в Москве? Ты пришла на кастинг, а деньги ты с собой взяла? Я ничего не взяла, я осталась на этом проекте, и осталась достаточно долго. Я, я буду успешная бизнес-леди, красивая, стройная, ничуть, ну, не знаю, я буду очень, мне кажется, красивой. Когда я вышла оттуда, было безумно тяжело, потому что ты мега популярный после этого проекта выходишь, тебя вообще каждая собака просто знает. И все думают наверняка, у нее все круто, у нее очень много друзей, ну, я не знаю, много предложений, а у тебя никого нет. Ты вот вышла в голую Москву, вроде ты популярный, тебя вот каждый день показывают, у тебя толпы поклонников, а у тебя ничего нет. Просто вот ты гол как сокол вообще. И ты выходишь и начинаешь стучаться в закрытые, ну, как бы, да, двери, они закрыты для тебя. И ты понимаешь, о боже, что делать, как же так. У тебя нет ни друзей, никого. И заканчиваются деньги, которые ты заработал за все это время. И я прям помню этот момент, когда я снимала квартиру и приходилось есть одну гречку, например. Ты сидишь, вот ешь одну гречку и не понимаешь, как вообще тебе пишут миллион в день сообщений, какая ты крутая. Наверное, там у тебя, я не знаю, тысячи, ну, каких-то людей рядом с тобой. А вот бы мне с тобой подружиться. Там какие-то мужчины тебе пишут, какие-то предложения. Ну, ты понимаешь, что, ну, это все какая-то мишура просто. В тот момент ты больше мечтала о реализации или все-таки ты хотела встретить мужчину, который бы тебе помог чувствовать себя уверенно в Москве? Нет, я всегда только вот сама за себя, на самом деле. Вот мне как-то с детства так... Это же нормально, в принципе, кому-то мечтать просто о семье и быть замужем. Вот мне важно, чтобы я собой гордилась и гордились мной именно родители. Что именно я смогла, понимаешь, вот какие-то за мои успехи, достижения, что я там должна пройти этот тернистый путь, понимаешь? Я вообще не за легкость. Вот это вообще не про меня история. Если я вижу, например, какую-то девочку, которая говорит, нет, я сейчас там оттюнингую себя, найду мужика, и, в принципе, мне этого достаточно будет. Он мне купит там тачку, шубу, бриллианты и все. Мне сразу не о чем просто разговаривать. Мне интересны люди, которые действительно проходят определенные этапы и добиваются сами каких-то высот. От них можно получить колоссальную мотивацию. С ними можно о чем-то поговорить. Это правда, что в тот сложный период твоей жизни Ксения Собчак и люди из Дома-2 помогали тебе с знакомствами, в том числе с мужчинами? Нет, был такой момент, когда мы просто с Ксюшей достаточно так начали хорошо общаться, и она меня всегда выделяла. Она всегда говорила, вот эта девочка пойдет далеко. И как-то она просто говорит, поехали со мной в кино с моими друзьями съездим. А такого вообще не было, чтобы ведущие как-то с участниками общались. И я, собственно, всегда восхищалась просто этой женщиной. Мы действительно провели хорошо время. Там не было каких-то, я не знаю, моментов, которые, ну, оскорбили бы меня или еще что-то. Нет, мы просто общались в кругу друзей. У нее достаточно интеллектуальная компания была, которая обсуждала фильм, на который мы сходили. Потом мы обсуждали политические какие-то моменты. Ну, в общем, было все достаточно... Тебе помогла эта встреча тогда? Нет, абсолютно. А что ты считаешь в Москве важнее? Связи, деньги, люди, свои навыки? Здесь все в совокупности важно. Но здесь очень важно, чтобы ты был сильный духом. Самое главное – не сломаться и не уехать обратно. То есть... Были такие мысли? Ну, конечно. Естественно, и родители. А может быть, там, ну, ты обратно приедешь. Здесь ты будешь себя нормально, комфортно чувствовать. А жить просто, ну, вот на комнатной квартире есть гречку, но типа ты в Москве, зачем? Я говорю, нет, дайте мне время. Вот мне нужно время для реабилитации, и все тогда пойдет нормально. И я не ошиблась. Действительно, мне просто нужно было раскачаться чуть-чуть. У меня просто работоспособность на сто процентов. Ну, чтобы ты понимала, я всегда что-то придумываю. Я придумала, там, фотопроект тогда с подружкой. Он начал развиваться, приносить деньги. Дальше мы еще один проект придумали. И вот пошло-поехало, знаешь, вот как какой-то пазл начал складываться в единую картину. Какие силы внутренние тебя спасли, чтобы не бросить все, не отчаяться, а следовать дальше по своему пути? У меня просто такой характер мужской, сука, мужской, понимаешь, заточен, что я, если начинаю что-то делать, я должна довести это до конца. Я потом возненавижу просто себя, понимаешь, если я, ну, просто не смогла. То есть только через трудности, через вот какие-то испытания, только тогда происходит трансформация вообще мозга в целом. Я еще раз вот повторяю, я не дружу с людьми, которые вообще через легкий путь, понимаешь, вот добиваются каких-то там, я даже не назову это высот, понимаешь. То есть для меня, ну, какие-то материальные вещи там в плане недвижимости, я не знаю, там машины, это все вот такой вот этими шурап, понимаешь. Высоты – это вот когда ты встаешь на новый уровень своего сознания, вот это круто. Когда ты можешь свой опыт передать вообще людям, когда ты можешь чему-то научить, вот это классно. В тот момент, когда ты приехала на Дом-2, ты закончила университет, правильно, в Самаре. Ты или твои родители не считали тогда, что условно, ну, Дом-2 – это не твой уровень надо? Меня всегда родители поддерживали, независимо от того, чем бы я там не занималась. Они знают, что я, ну, никогда не оступлюсь назад, ну, как бы я всегда буду вести себя достойно и правильно. То есть даже на этом проекте, когда я появилась, я подошла к продюсерам и сказала, дайте мне открыть там салон красоты. И они говорят, ты не в те двери, наверное, постучала, здесь другой формат, здесь просто там формат общения. Все, говорю, просто поверьте в меня, дайте мне это сделать. Я хочу показать людям, что тут можно работать. И в меня поверили, я открыла салон красоты. То есть куда начали приходить люди, пошел какой-то определенный там поток и движуха. То есть приезжали разные корреспонденты и брали интервью, как так вот участник начал что-то там делать. Потом я сказала, дайте мне, пожалуйста, камерой, я буду ездить в Останкино, я хочу отучиться на телерадиоведущую. Это никому не интересно, Нелли. Кому это будет интересно? Я говорю, дайте мне, пожалуйста, эту возможность. Мне дали эту возможность, и действительно другие ребята, их вот побудило и подтолкнуло к каким-то дальше историям, чтобы там обучаться, работать. И только вот после моих вот таких вот навыков, скажем так, формат чуть-чуть изменился. Я показала людям, что я, например, не могу просто так сидеть там или заниматься ничем. Я всегда хотела ведущей работать. То есть я прошла курсы по этому, да, и тут я просто попадаю в гущу шоу-бизнеса. То есть девчонка, которая вообще ничего не понимает. Тут у меня Филипп Киркоров, понимаешь, приходит там на эфир, у меня вот так вот трясутся руки, я не спала ночами. О, боги, Филипп Киркоров, как же так? И я простая Нелли Ермолаева. Они все-таки узнают голос папы? Узнают. Они всегда его узнают. А как ты попала на ротовое? Я прошла кастинг. А как ты нашла где-то на сайте? Или как это происходит? Я просто не знаю. Да, это было на сайте, объявление висело. И мне просто друзья там сказали, слушай, есть кастинг, не хочешь пойти? Ты же вроде отучилась на ведущую. Говорит, блин, я боюсь, вообще не знаю. И тут я пришла на кастинг. Я думаю, что такие будут простые вопросы. Ну там, типа, представь, что ты в прямом эфире, там, начни говорить что-то. А вопросы были такого характера, там, ну я не знаю, предположим, ты хочешь сделать себе сиськи, но парень тебе не разрешает твои действия. Ты говоришь, что, простите? Ну и ты начинаешь быстро отвечать. Тебя посадили на верблюда, там, я не знаю, в Арабских Эмиратах. Ты хочешь слезть, они говорят, два бакса. Прикольно, вопрос. А как ты на них ответишь? Понимаешь? Ну ты, ну как бы, отвечаешь импровизационно, а потом я понимаю только, почему мне эти вопросы задают. Потому что вести прямые эфиры достаточно сложно. Нужна вообще колоссальная импровизация. То есть у тебя нет места на ошибку. Понимаешь, ты не можешь материться, ты не можешь сказать другой канал, понимаешь, там, по ошибке. Здесь тебе скажут, стоп, снято, или там, давай переделаем. А там нет, тебя сразу просто уволят, и все. И импровизация должна быть жесткая. Или, например, там, работа с ухом, когда в аппаратной происходит какая-то ужасная история, они говорят, все полетело, тяни, тяни время. И просто у тебя там до клипа еще пять минут, и ты просто начинаешь вообще говорить какую-то историю там из своей жизни, или то, что, там, не знаю, произошло с тобой сегодня. То есть это вот такая вот импровизация, которая должна очень быстро в человеке сработать. Что это, везение? Как ты можешь сказать? Многие же девчонки хотят туда попасть. Это все вместе. Это и везение. Это нужно отучиться. Все равно нельзя сидеть и ждать. Вот знаешь, там, нет, ну я же такая классная, и мне повезет. Не только везение сопровождает. Нужно все равно вот какую-то долю усилий применить. И только тогда происходит магия. И когда в меня поверили, что я могу вытянуть, понимаешь, то есть я там отвела утренние эфиры сначала, там, прямые, потом я отвела там стол заказов в прайм-тайм такой, вечернее шоу, потом мне начали давать очень крутые там в Кремле мероприятия, ну, разные. И всегда, как бы, я не подводила. На проекте у тебя начались отношения такие серьезные, и мы все наблюдали за тем, как ты достаточно много пилила своего мужа. Что случилось? Нормально, да? Что случилось? Я только 6 часов в пробке за этой сраной кроватью ехала. Зачем ты за ней ехала? И ты даже не позвонила, ничего не узнал. Зачем ты за ней ехала? И все, я решаю постоянно. Зачем ты ехала за ней? Сука, играешь дальше. Как ты считаешь, вообще, мужчину реально переделать? И правильно ли это делать? Что главнее? Любовь, вот такая вера, пилешка? Или надо находить изначально человека, который твой? То, что было до, и я была другая, и времена были другие, и все вообще было другое. Если говорить сейчас, на данном этапе, я скажу так, неправильно. Неправильно, там, пилить мужчину, если у вас, ну, доверительные отношения, и ты действительно веришь в него. То есть, если вы начинаете, например, все вместе с нуля, такое тоже возможно. И вы вместе дали клятву идти до конца. То есть, ну, это будет неправильно. Нужно, наоборот, как бы, там, подбадривать, верить. И только тогда мужчина, ну, как бы, не может, понимаешь, показаться дураком и в твоих глазах упасть в грязь. Ему, ну, как бы, нужно доказать, что он крутой, потому что ты в него веришь. Как вы познакомились с твоим мужем Кириллом? У меня был тогда проект. Я ходила там по светским мероприятиям, брала интервью у звезд. И тут была презентация альбома группы «Рефлекс». Я в тот день вообще все не задалось. То у меня каблук сломался, то протекла труба, то еще что-то. И я думаю, господи, за что же такое? Надо, наверное, не ехать. Просто мне не дано. Здесь оператор забыл микрофон. И вот, в общем-то, все прям вот не лады, да, такие. Настроение ужасное. Я записала интервью и практически уже ухожу. И тут наша знакомая заходит с ним. И знаешь, вот это вот замедленное действие, пар. Мы глаза в глаза встретились. Хотя я вообще не сторонник любви с первого взгляда. Я вообще не верю в эту хрень. Я верю в то, что нужно сначала как бы пообщаться с человеком, проанализировать, просканировать. Только потом что-то вот возможно. А тут, ты понимаешь, произошла какая-то химия. Я вообще не поняла, что со мной происходит. Мы начали общаться. Мы начали сначала дружить. И только потом, там, может быть, через месяц, наверное, завязались уже какие-то такие интересные трения. Через сколько вы поженились? Мы поженились, наверное, года через четыре. То есть не сразу это произошло. Это произошло достаточно, ну, опять же, для кого поздно, для кого нормально, для кого рано. Потому что у меня вообще очень много друзей 10 лет в отношениях и не собираются, да, там, узаконить. Все боятся вообще почему-то этого штампа. Хотя он, если честно, ну, это в голове все. Он не решает, в принципе, ничего. Если вам кайфово вместе, и вы, ну, в первую очередь, друзья, для меня очень важно, чтобы мужчина, в первую очередь, был мне другом, партнером, чтобы мне с ним было, ну, вот вообще на одной теме мы. Только тогда уже идет другая химия. У тебя муж, я читала, он 10 лет тебе младше. Ну, что же не на 20-то? А на 6 лет он у меня младше. Ну, сром младше. То есть, по идее, должны быть немножко разные еще взгляды на что-то или нет. Вот нет, абсолютно. То есть мы, когда с ним начали дружить и общаться, я понимаю, что это мой человек. То есть вообще по всему. Как он добивался? Красивый или, в принципе, достаточно? Он вообще умеет. Серьезно? Нет, нет, он умеет. Я вообще такой охотник за эмоциями. Я вот не люблю, понимаешь, вот эти вот там бриллианты, шубы. Это вообще не моя история. Мне вот нужно прям вот взрыв башки, чтобы меня вот, ну, не знаю, удивили так, что я такая сижу, говорю, о боже. Ну, то есть это из разряда, например, я улетаю там в самолете в Самару к родителям. Предположим, я сижу возле окна, он мне пишет там, я по тебе скучаю, вот, ну, а ты? Я говорю, да, поворачивайся, он рядом сидит. Как вообще рядом сидит с букетом там? Ну, вот, то есть мне это было вот действительно такое, знаешь, вот на голову просто. Ты лукавишь, ты говоришь, девочка, тебе не очень важны бриллианты, шубы. Всем девочкам у нас, наверное, это интересно. Ты знаешь, мне... Потом в твоем инстаграме очень много фотографий такого лакшери стайла, то есть тебе это, наверное, понравится. Ты не поверишь, вот, позавчера у меня была съемка, вот эта лакшери, знаешь, вот эту шубу мне привезли, мне привезли бриллианты, вот эта вот грудь открыта, я прям себя чувствую, вот у меня аж прям левый-правый глаз дергается, я тебе клянусь. Я вообще из другой оперы человек. Мне этого вообще не нужно. И вот тот, кто меня знает, там, друзья, муж, Кирилл, он каждый раз уже начинает думать, так, у нее там скоро день рождения, что ж так... Это еще сложнее, я тебе скажу, понимаешь, чем два карата достать. Это еще сложнее удивить каждый раз человека, с кем ты уже вместе, например, семь лет. А раньше тебе этого хотелось? Каратов? Да. Как-то особо нет, правда. Они у меня... Они у меня есть, у меня есть... Ну, как бы... Я хожу в пуховиках, мне кайфово, понимаешь? У меня висит эта шуба, ну и что? А ты делаешь такие эмоции для мужа? Да, конечно. Какой, например, последний был? Вот сейчас вот такой, знаешь, вопрос в лоб. Я не могу сейчас сказать, какой последний был, но мы вот всегда стараемся удивить друг друга на протяжении даже семи лет. У нас даже все друзья говорят, блин, как вообще тебе в голову это пришло? То есть, ну, начиналось это вообще все там с простого. Когда ты можешь приехать к нему на работу, там в каком-то костюме, знаешь, он, черт, уйди у меня с вещания, уйди! А ты там, можно протереть ваш столик? Ну, это из разряда вот этих вещей, понимаешь? Когда ты врасплох просто человека застаешь. Самое глупое, что ты когда-либо делала в юности? Я покрасилась в светлый цвет. Это было самое ужасное. В 14 лет, когда я захотела осветлить волосы, сделать химию, и я просто была на Куклачева похожа. Ложь, произнесенная в последний раз? Сейчас. Да нет. Так, давай вернемся еще раз. Самое глупое, что ты когда-либо делала в юности тогда? Ну, это вот действительно я перекрасила себя, испортила свою внешность. А ложь, которая в последний раз... Наверное, своей подруге я сказала, что она классно выглядит, хотя она сделала что-то ужасное себе с глазами, и она... Это я в сторис сняла. Ты простит меня, Марина! Что нужно успеть сделать до 35? Родить ребенка, выйти замуж и построить бизнес. Любовь или стабильность? Стабильность, наверное. Что никогда не простишь? Не прощу измену. Главное достижение в своей жизни? Я обрела идеальную семью. Любимое ругательство? Ну вот, сука литературное, вот оно как-то вот выходит у меня очень часто. Появился ребенок, уже есть семья. Зачем сегодня тебе вести такую активную деятельность? Ты занимаешься одним и вторым, у тебя бизнес, у тебя путешествие. Сейчас только вернулась со съемок последнего героя. Мы наблюдали твои фотографии все в искусственных ногах. Зачем тебе это? У меня шило в одном месте. Я не могу просто вот стать мамой и сидеть дома. Я не могу. Мне нужно вечно какой-то баланс и совмещать ту же предпринимательскую деятельность, например. Какие-то креативные истории там по съемкам. И в то же время быть хорошей мамой и уделять время там своему ребенку. Мне будет скучно очень жить. Я себя просто, ну скажем так, потухну и возненавижу, если я просто буду готовить дома и только, ну, заниматься, например, прям вот только ребенком. И я стану неинтересна мужу в первую очередь. О чем со мной можно будет поговорить, когда ты просто приходишь и ты говоришь, слушай, у меня здесь холодильник скрипнул. Давай-ка посмотрим с правой стороны, что с ним. Ну, ну, как бы вот не та история. И он поддерживает это все? Да, да. И это началось вообще вот с нашего знакомства. Он поддерживал всегда меня во всех проектах, во всех начинаниях, во всех моих безбашенных каких-то мыслей. Мы всегда садились, а давай вот посмотрим вот с этой стороны, там, плюсы, минусы. И в итоге говорит, ну, давай попробуй. Потому что, ну, что родители, что муж, что друзья знают, я никогда не совершу какую-то там ошибку. Твой муж? Да. Он переживал из-за того, что ты популярная и из-за того, что ты была участницей Дома-2? Да, на самом деле, нет, не переживал абсолютно. Он, наоборот, как бы так, ну, всегда меня, опять же, поддерживал и всегда гордился даже там среди друзей, когда мы приходили, что меня узнают, меня знают. Вот, ну, как-то так видно было по нему, что это вот моя жена, Нелли Ермолаева. Вот, поэтому нет, он в себе очень уверен. Как бы у него очень довольно-таки известный папа. Вот, он, как бы, себя хорошо чувствует. Поэтому уверенные мужчины, они, как бы, не трясутся. По моим наблюдениям, такие активные женщины, как ты, эмоциональные, все время желающие себя находить в том или ином деле, они всегда и в личной жизни все равно не могут до конца отдаться тем отношениям, которые у них есть. Они всегда в поисках какой-то идеальной картинки. У тебя есть такое? Мне не нужна идеальная картинка прям, если честно. То есть мне, наоборот, как бы, мы такие, какие есть. Мы там можем сегодня быть итальянской семьей, летит все вообще, понимаешь, там... Посуду, стены? Ну, типа, типа такого, да. Да, вот, а завтра мы можем лежать вместе и смотреть фильм, там, попивая сок. То есть вот так я... Идеально это же неинтересно. Я имею в виду идеально в плане качества. То есть все равно что-то не хватает. А вот если бы здесь он сделал вот так, если бы здесь он был другим? Я вообще не понимаю вот эту фразу, когда женщина говорит, ну, раньше же ты был другим, да ни хера он не был другим. То есть когда вы начинаете встречаться, каждый показывает себя, ну, как бы, с лучшей стороны, какие-то там положительные качества, вперед выдвигает. Он же сразу не покажет тебе, знаешь, там, как он ходит в туалет с приоткрытой дверью и говорит, принеси мне печеньку. Это потом же начинается, ты понимаешь, когда ты сидишь приоткрытой дверью и говоришь, дорогой, принеси мне печеньку. Вначале-то это все там как бы скрывается, ты боишься в кино пить из трубочки, понимаешь, потому что это громко. Ну, какие-то такие вещи. Вот. А он такой, он никуда и не делся. То есть он может измениться после рождения ребенка в каком-то плане, но до рождения ребенка он такой же, и ты такая же абсолютно. Просто приходит другой момент, когда уходят вот эти бабочки, когда уходят где, там, я не знаю, секс на стиральной машинке, секс на последнем сидении кинотеатра, или еще приходит уже более такая глобальная любовь, поддержка, доверие. Это уже другой человек в твоей жизни. Вот тут чуть-чуть меняется твое мировоззрение. В голове женщины и мужчины тоже. И что надо делать? На новый уровень переходить. То есть если вы поженились, новый уровень – это дети. А с детьми там вообще каждый день, понимаешь, просто открытие. А когда ты долго застопорился в отношениях, и у вас не происходит ничего, ну, тут беда, потому что долго на сексе, ну, протянуть невозможно. Ты жалеешь, что раньше не родила? Нет, вообще. На самом деле я почему-то вообще отстранялась от этой истории. Уже Кирилл даже больше хотел. У меня были какие-то там проекты, работа, и я отталкивалась от слов мамы. У меня, у мамы, там, со мной беременности, с моей сестрой происходило вообще ужасно. То есть был жуткий токсикоз все 9 месяцев. Она просто лежала под капельницей, на 30 килограмм похудела. И, как бы, она мне так же говорила, у тебя наверняка будет, ну, как бы, такая генетическая история. Я безумно боялась этого, что я потеряю работу, что мне врачи будут говорить, что, там, здесь не ребенка, а маму надо спасать. Я, как бы, всегда вот откладывала, откладывала в долгий ящик, плюс каждый день, там, какой-то новый проект, новая, там, какая-то история. А потом просто, ты знаешь, в один прекрасный момент, когда у тебя рубеж такой, знаешь, там, к 30 ты реально начинаешь вообще по-другому мыслить. Как будто вот просто ты встала с другой головой. Все это то, что я делаю... От мужчины это зависит, как думаешь, или от внутреннего сознания? Все вместе, но от мужчины тоже очень многое зависит. То есть, когда ты чувствуешь, что он тебя прям хорошо поддержит, он, ты уверена, в завтрашнем дне, он будет хорошим отцом, ты это видишь, это тоже вот прям 80%, наверное, из 100%. А если нету, например, финансовой возможности, но есть мужчина, который тебя поддерживает? И вот что здесь важно это? Это все фигня, это нам привили наши предки, наши бабушки, что вот родится ребенок, надо очень много денег, а сколько памперсов. А сколько это все вообще, вот на самом деле Господь дает ребенка, Господь тебе дает деньги. Он обеспечит, поможет обеспечить твоего ребенка. Поэтому это вот заблуждение из лихих 90-х, понимаешь. Вот, поэтому не надо бояться этого абсолютно. Хотя очень многие, да нет, вот нужно сначала платформу вот создать, вот нам еще дом надо купить. А здесь каждый день будет, понимаешь, что-то надо. Потом надо машину поменять, потом надо дачу, ну на дачу же мы будем с ребенком ездить. А потом еще что-то, и время очень быстро пролетает, и слушай, а тебе уже не 25, например. Вот, и когда тебе вот стукает 30, у тебя в башке вообще что-то переворачивается. И у тебя в итоге роды нормально прошли? Вообще отлично. Вообще отлично. У нас друзья как раз рожали в Майами. Мы каждый год туда ездили зимовать и познакомились с врачами. Как-то я видела... Ну вот видишь, ты говоришь, это все фигня, рожала в Майами. Я знаю, там роды стоят минимум миллион рублей. Слушай, ну и здесь очень крутые врачи и клиники. Здесь тоже, поверь, если ты поедешь в частную клинику, здесь тоже достаточно дорого, дороже, чем в Майами. Ну то есть ты на серьезе говоришь условно, что раньше, что у тебя вот сейчас такой успешный и счастливый брак, это не потому, что там сложились обстоятельства, что муж обеспечен, уже ты можешь чувствовать спокойствие и стабильность, а это потому, что просто встретила наконец-то своего человека. Ну, во-первых, мы очень многое вместе сделали. То есть он тоже из той оперы, что, ну например, если там была квартира, хорошая квартира в Москве, да, мы вместе уже, в принципе, заработали, например, там, на следующую квартиру, чтобы расшириться, да. Он из той оперы, что даже если деньги будут лежать, он, ну как бы, понятно, что, ну, если будет прям сложная ситуация, воспользуется, но лучше мы вместе, знаешь, заново как бы сделаем этот рывок и как дети, понимаешь, будем радоваться, сидеть за там какой-то первый успех. То есть он не из тех там зажравшихся каких-то там, ну не знаю, мужичков, которые там вот так вот постоянно, нет. А он чем занимался до вашего совместного бизнеса? Ну, были там какие-то свои определенные проекты, потом у него было свое производство кондитерское, но это тоже вот, он молодец, он независимо от того, что там есть даже, может, какой-то капитал, он старается вообще с нуля все сам, своими мозгами, потому что у него три высших образования, он очень умный, и если я вот, мы с тобой разговаривали, я такая больше на медитации, такая, знаешь, спокойная, у него вот так вот все надо быстро, всегда, все одно дело, второе, третье, эти семечки посадить, чтобы они выросли, и у него это хорошо получается. И вот за семь лет, что мы вместе, вот скоро восемь будет, очень много проектов, сам вообще вот возрастил и получил за это там определенные... Как успевать и самой развиваться, и мужа вот так вот поддерживать, чтобы у него это получалось? Надо быть друзьями, в первую очередь, с мужчиной. Когда ты друг, здесь какая-то другая энергетика, понимаешь, и волна человеческих отношений происходит. Когда ты просто муж и жена, здесь вот, я не знаю, я потому что не была в таких историях. У меня вот муж должен быть другом, а я друзей всегда поддерживаю, и меня друзья поддерживают. Это такой взаимные такие отношения, которые укрепляют и брак твой. А ты смогла бы быть с мужчиной в отношениях, который тебе не друг и не партнер, но он очень успешный, и им есть чем гордиться? Не знаю, потому что меня сейчас вот на данный момент, ну как бы все устраивает. И я вообще могу все, ты понимаешь? Я поняла после острова, когда ты выживаешь, просто вот спишь на голой земле, просто на пальмовых листьях, и ночью пробегают крабы и игуаны по тебе, и кусают москиты. И когда ты просто не жрешь все шесть дней, и у тебя ограниченное количество воды... Ты же сказала, не куришь, не пьешь, ничего вообще не делаешь, никаких радостей в жизни. Нет вообще ничего, и плюс проходишь испытания, то есть, но я поняла, что я вообще вот такая достаточно намного способная женщина. Ты себе четко давала отчет, зачем тебе это нужно было? Да, конечно. Я туда ехала, я понимала вообще, что я должна получить по хэппи-энду, понимаешь? Гонорар. Нет, я не за этим ехала абсолютно. Может быть, я не знаю, может я как-то выгляжу вот так вот, и кажется, знаешь, что мне важны, знаешь, только какие-то там бабки, я не знаю. Во многих сейчас, да, там парах, женщина, к сожалению или к счастью, больше зарабатывает, чем мужчина, и мужик себя чувствует где-то подавленным. И начинают происходить резонансы, конфликты, понимаешь? Женщина перестает своего мужика, ну, как тебе сказать, воспринимать, да, как какой-то там идеал. Нельзя этого допускать. Согласна, а как тогда женщине быть? Перестать всем заниматься, лечь и сказать, ладно, буду ждать, пока мой муж чего-нибудь заработает? Подталкивать своего мужчину, к сожалению. Не выходить на лидирующую позицию, это опасно? Ну, если честно, это правда опасно, потому что чисто психологически любая женщина, которая выходит на лидирующие позиции, она потом начинает подавлять своего мужчину, она перестает им гордиться, она может ему уже все что угодно сказать, она может упрекнуть его деньгами. Со стороны мужчины, я могу сейчас сказать, у меня есть друг, который вот у него в такой ситуации. Женщина у него больше зарабатывает, он себя очень херово чувствует, он просто, понимаешь, вот он себя ненавидит, начинает уже ее ненавидеть и готов вообще сбежать из семьи, хотя есть ребенок. Поэтому здесь женщине нужно вот сгладить этот угол настолько тактично, я не могу сейчас сказать как, потому что у каждого, ну, схема, механика вообще разная из семьи, понимаешь? Нужно сделать так, чтобы, ну, вот, мужик начал что-то делать. Это сложно, это правда очень сложно, легче всего сказать, все, до свидания, мы разводимся, потому что сейчас это нормально, в принципе, в Инстаграм это абсолютно чуть ли не пропагандирует, что ты вот развелась и у тебя жизнь забила новым ключом. А вот сохранить отношения, потому что отношения это вообще тяжелый труд. Когда ты проходишь вот эти испытательные временные рамки, три года, это самый сложный, потом семь лет, вот как не крути, семь лет достаточно сложный период. Если не встречается такой мужчина, с которым ты можешь быть партнером, то делать? Ждать пока? Ничего не делать. Ждать или... Ну да, а что ты будешь делать? Или можешь находить удобный вариант, который может тебе просто закрыть какую-то твою надобность. Ну это ужасно, я считаю, что где-то вот потоптаться ненадолго, понимаешь, вот такие переходные моменты, зачем, просто для чего, если ты комфортно себя чувствуешь, то есть у тебя есть какая-то стабильная работа, у тебя есть друзья, у тебя есть вся квартира, ты не бедствуешь. Зачем? Нужно просто найти того самого мужчину, который просто будет тебе интересен, который тебя поймет, и у вас просто произойдет какой-то союз. А вы с мужем, у вас одни и те же друзья? Одна компания друзей? Изначально нет, у него есть те друзья, которые там с института, например, там они общаются. Есть с детства, которые у меня также, и в ходе уже за 7 лет мы приобрели каких-то общих друзей. Но мы всех въедино просто вот как-то так смешали, и все как-то общаются, нашли общий язык. Для тебя это важно, твои друзья? Да, очень, очень. Для меня всегда это было важно, но когда мы с ним только начали общаться, очень много моих подруг оказалось вообще мишурой на самом деле. То есть он прям вот как-то появился, вот как-то он появился, вот, наверное, спасибо Господу Богу за вот мужа, который появился, и просто разгреб все скелеты в шкафу, понимаешь, хотя это не было специально. То есть они сами, знаешь, как вот фисташки просто открылись и показали себя, то есть с другой стороны. И я поняла вообще очень много. Например, стали говорить там дурацкая история. Ну, это просто мы там общались, а оказалось, что он ей там нравится. Ну, там какие-то такие, знаешь, женские, идиотские истории. Вот, а ты считала там, била в грудь, что это такая подруга вообще, да, я за нее горой. А она тебе говорила одно, ему говорила другое, типа с ним там подружилась. Ты через 10 лет как себя видишь в идеале? Суперкартинка? Ну, в идеале я такой же бьюти-предприниматель. У меня сеть не только по всей России, но не будем пока говорить, ладно. Сеть студий, которые я активно развиваю. Также моя линия косметики просто продается везде вообще, тоже не только по всей России. Я себя вижу очень хорошей мамой, естественно, хорошей женой. И у меня есть мечта, но я пока так вот ее держу в голове. Я хочу спродюсировать один проект. Вот, и в принципе сейчас начинаю, ну, как бы думать об этом, скажем так. То есть это не в ближайший, там, возможно, даже год получится. Свою реалити. У нас тебе небольшой подарочек от наших партнеров, тренди бокс и сертификаты на различные модные услуги. Прикольно. Там и от Морд-класса, в общем, какие-то подарки. Круто, очень спасибо. Кристины Фитджеральд, поэтому посмотри. Спасибо большое. Это тебе. Ура, спасибо большое. Спасибо тебе большое. Спасибо. Слушай, а что реально гонорары не платят за участие? Слушай, ну, в этом проекте нам сразу сказали. То есть это такая больше головная история для тебя. То есть я поэтому, как бы, я понимала, что я хочу вообще. Все? Я просто была уверена, что все, что на телеке, они все всегда платят. Нет, все, что на телеке. Есть же разные там моменты. Я просто именно, если про этот проект говорить, я пошла туда не из-за какого-то бабла, не из-за каких-то денег. Я пошла то, что я хотела получить вообще в своей башке просто. У меня вот с ног на голову вообще мое мировоззрение перевернулось. Ну, это реально, это очень крутая практика прям. Очень. Ну, ты герой. Советую я тебе, спасибо большое. Нет, ты что, я в жизни, это вообще не для меня такая неженка. Почему? У меня там душа не будет, у меня уже истерика начнется. Ну, там, да, там не мыли голову просто и постоянно в соленой воде, ты без всякого геля для душа, без зубной щетки, пасты. Хочешь, я тебе прикол расскажу, как я, значит, проходила гонки героев. Я готовила, значит, месяц, такая, все, надо там. Ну, это тоже достаточно сложно. Я добежала до первого оврага, где нужно было окунуться в воду, поняла, что на улице плюс 12, сказала всем спасибо большое и пешочком пошла назад. Это была вся моя гонка героя. Слушай, ну, вот как я еще вышла из зоны комфорта, когда привыкаешь, что ты, типа, ну, красивый, да, там, ну, такая история, когда ты просыпаешься на третий день, у тебя вся рожа искусна. Вообще, вот, как будто ты болеешь чем-то. И вот был такой переломный момент, когда я говорю, я, наверное, пойду с проекта. Они говорят, нет, 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 все самое интересное только начинается. Здесь не только физические, там, испытания умственные или, там, просто выжить. Здесь вот именно выйти, вот, представляешь, ты вот видишь себя в таком амплуа, а здесь ты просто страшная. Вот страшная, а тебя, сука, крупняком снимают. И тебе нужно... Это больше история про уверенность, кажется. Да, да, а ты такой, знаешь, ты вроде как бы закрываешься, но ты понимаешь, что ты должен перебороть эту историю. Или, знаешь, там, например, вот коленка. Просто посмотри. Просто посмотри на мои колени. А ты вообще ходила к врачу? Конечно. Как бы это не ничего там каких-то? Ну, к ней все нормально, просто укусы комаров. Или колени, когда ты просто проходишь испытания, у тебя в кровь просто все колени. А ты дальше проходишь испытания, потому что, ну, ты должен вообще выжить. Или когда тебя, вот я говорю, выкидывают с лодки, ты 40 минут плывешь до острова с кастрюлей. Это просто какой-то трэш. Ты в один прекрасный момент хочешь крикнуть «Спасите меня», но ты понимаешь, что если ты крикнешь, все, ты, ну, просто себе скажи «До свидания» в первую очередь. Не просто всем насрать вообще. Себе просто. Герой, молодец. Ну, у тебя прям такая, на самом деле, реально получилась история Золушки все время. То есть, на самом деле, точнее, еще хотела сказать, у тебя наоборот вообще не история Золушки. Нет, наоборот. Нет. Потому что история Золушки, это когда она встретила принца, у нее такое все ля-ля-ля, у меня все зашибись. А у тебя получилось, что столько всего прошла, столько всего сама делала. И даже сейчас, когда по идее ты уже можешь быть той самой Золушкой, ты все равно идешь и стараешься, и пытаешься, едешь на остров. Тогда история кого? Давай придумаем. История Нелли Ермолаевой. Всем пока. Круто. Дай я тебе посмотрю, что здесь ходит. Как жарко, жарко, безумно. Да, все, стоп. Ура.